добрый день компанию за меня зовут михаил к нам сегодня приехал интересный автомобиль это kia sol с дизельным двигателем довольно-таки редкий автомобиль вот ну в принципе у нас здесь серьезных работ по данному автомобилю никаких не будет мы здесь планируем сейчас поменять масло в двигателе вот закрутить сорванный болт который клиентом сорвал сам не сам ну судя по всему сам потому что у нас там не было на водительском сиденье вот и в принципе проверить состояние и количество оставшихся колодок тормозных передних и задних приступим двигатель у нас дизельный поэтому он своеобразный во многих в принципе бензиновых двигателях и дизельных на у корейцев топливный масляный фильтр стоит внизу на данном двигателе он стоит вот здесь вот сверху спереди так что если вы вдруг подняли его не обнаружили вы не удивляйтесь вот здесь стоит короб и фильтр тут идет патрон то есть откручивается крышка вот это вот пластмассовая вот снимается и в ней стоит патрончик фильтр в принципе сейчас я вам покажу берем головочку на 27 и аккуратненько его откручиваем сильно эту крышку лучше не затягивать потому что она пластмассовая при откручивании закручивание при перетягивании можно просто-напросто сломать вот он наш фильтр так вот мы его вынимаем и меняется то есть меняется вот этот патрон и резиновые колечко вот это и вот это ничего сложного это наш фильтр и вот колечко старое колечко можно смело выбрасывать сейчас мы это все помоем корпус лучше конечно подвымыть новое кольцо просто вставляем в него патрон как бы ничего сложного единственное что перед тем как все это дело затягивать закручивать резинки лучше промазать можно его просто маслом можно ли тольчиком чуть-чуть ну не важно закручивать лучше его аккуратно потому что резьба на корпусе мелкая можно закрутить не по резьбе тоже сразу резко не крутите ключом потому что можно сорвать резьбу придется опять же менять корпус чувствуете что он хорошо мягко пошел попробовали то есть все резьба стала на место потом уже можно брать ключ и затягивать а буквально до упора то есть тянуть не надо ничего там все на резиновых уплотнителях затягивать его сильная сильная затяжка его никому к чему хорошему не приведет все фильтр мы сменили теперь можно поднимать автомобиль и сливать масло у нас стоит защита картера чтобы слить масло защиту нужно снять личка нету будем снимать защиту двигатель весь масле но мы уже обратили внимание свое и клиента там сверху подтекает клапанная крышка ну как бы уровень масла пока сильно не уходит поэтому криминального в этом ничего нет мы клиенту сообщили что то есть он принципе поездить может а весной он приедет на переуплотнение этой крышки и после этого надеется все это течет страницы красивая вставочка на вот обратите внимание шайбочка прокладочка сливной пробки видите как ее расплющило уже это говорит о том что я уже пора заменить вот вот так выглядит новая то есть видите насколько она расплющилась вот так выглядит новая все пока стекает масло мы посмотрим в каком состоянии наши тормозные колодки ну и в целом осмотрим автомобиль вдруг что увидим кроме прокладки клапанной крышки очки в принципе у нас как новые автомобиль конечно судя по всему много стоит видите диски тоже как бы новые очень большое количество то есть они как бы вообще без выработки практически но при этом появляется коррозия то есть это говорит на что автомобиль в основном стоит нужно все покрутить проверить чтобы нигде ничего не подклинило не подкусывал а дальше можно было его без проблем эксплуатировать спереди принципе все курится свободно сейчас еще посмотрим сзади здесь здесь мы как видим тормозные диски пришли уже можно сказать в негодность видео пятно контакта но уже практически в два раза меньше чем толщина тормозной колодки и крайняя часть диска ведь она уже просто кусками отваливается от коррозии то есть диски задние тормозные надо сменить как бы тоже ничего не подклинивает но скорее всего тормозные колодки уже проф по плохо ходят из-за то что автомобиль в основном стоячий по хорошему нужно сменить диски и поставить новые колодки и почистить все тормозные механизмы этой стороны ровно точно такая же история видите здесь и выработка уже большая и вот видите вот он эта часть она уже просто-напросто не тормозит только маленький кусочек если посмотреть внутренней стороны тормозного диска будет еще хуже выработка всем уже полукругом полукругом у так берет то же самое я не удивлюсь что в принципе возможно еще биение тормозной педали потому что прижаться такая колодка диску плотно просто физически не может так в целом целом все неплохо 90 тысяч пробега и это за где 10 лет поэтому автомобиль даже 10 тысяч год не выезжает тем временем у нас уже пока мы проверяли ходовую часть уже масло все практически стекло можно уже смело закручивать пробку и если вы еще не поставили лайк можете сделать это прямо сейчас так двигатель у нас напоминают дизельный поэтому премиум дпл дпф дизельное масло где-то около пяти литров него точно зайдет посмотрим на же щуп есть чуть больше четырех литров но я думаю 5 зайдет потому что сейчас мы запустим двигатель и какую-то часть масла заберет на себя масляный фильтр но в принципе она везде закачается по системе то есть уровень упадет на любом двигателе после замены масла всегда нужно запустить двигатель и после этого проверить еще раз уровень потому что какие-то системы то есть когда вы стекает масло то есть до масляного фильтра со всей системы то есть она все вытекает полностью но когда автомобиль допустим стоит закрученным фильтром то есть система замкнутая да и масло остается в каналах и поэтому нужно после того как вы залили масло обязательно еще раз проверить уровень про труб уровень падает видите то есть сюда в принципе еще смело еще около полу литра можно добавить так как двигатель дизельный и пробег довольно-таки уже не маленький около 100 тысяч желательно конечно проверять газет ли картер или нет в принципе здесь видите здесь все хорошо то есть в принципе можно еще дальше кататься но почему я проверял потому что во первых клапанку прокладку клапанной крышки уже начала подсачиваться масло из под нее вот и опять же здесь стоят дизельные портунки не забываем про них на которых тоже также как и на большинстве дизельных двигателей периодически надо менять шайбу медные шайбы под форсунками пробег принципе не сильно большой но возраст у автомобиля уже довольно серьезный поэтому при замене клапанной крышки мы порекомендуем клиенту тоже заменить шайбы под форсунками потому что дабы не было беды сопутствующиеся в дальнейшем опережным ремонтом делиться в принципе здесь у нас уже все осталось выяснить что мы будем делать с задними тормозными дисками и закрутить болт сиденья в принципе который клиент выкрутил там не смог закрутить потому что видимо нарушилась какая-то резьбовое соединение болтик как вы видите прям даже невооруженным глазом видно как он стоит довольно-таки косо то есть в резьбу явно не попали сейчас попробуем с ним что-нибудь сделать как-нибудь починить резьба на болте нормально видно что в закладной в кузове на немножко пошла наискось нужно сначала отпустить передние болты видимо их затянули раньше чтобы салазка сидушки ушла назад ведь он уже намного ровнее стал что я сделал я отпустил передний болт салазки она чуть поддалась назад и то есть резьба выровнялась намеченная работа мы с вами окончили сейчас мы выясним что мы будем делать задними тормозными дисками и уже дальше сделаем какие-то выводы и так в принципе мы все закончили о тормозных дисках и колодках мы клиенту собрать сообщили то есть он сказал что соберется так сказать с духом и обязательно приедет ближайшее время на их для их не замены вот с вами был механик михаил вот компания оем зап пишите ваши комментарии если вдруг что-то не так или все так и вам очень все понравилось и ставьте лайки будем ожидать вас нашем сервисе на теха техническое обслуживание и